Дорогие друзья, всем привет! Сегодня мы находимся на Соболевке, в этом популярном микро-районе, в котором очень много строится и очень много покупается. Почему он популярен? Благодаря своей близости к центру и благодаря своим низким ценам. Сегодня в выпуске мы не будем снимать конкретно одну новостройку, сегодня снимем несколько новостройок. Я выписал у себя опять на своей портяночке самые интересные предложения на Соболевке. Я хочу сам собственными глазами посмотреть, заодно хочу проверить, так сказать, готовность домов. Был я здесь примерно месяц назад, где-то дома уже должны были сдаться, где-то должна была пройти внутренняя отделка. В общем, приехал я сюда с такой небольшой ревизией посмотреть, что да как. Ну что, друзья, пересаживаю себя на водительское сидение и, собственно говоря, в путь. Всем приятного просмотра! Итак, смотрите, вот у меня за моей спиной, так скажем, остался жилой комплекс Невский-1. Где как раз-таки расположена остановка автобусного транспорта. И мы сейчас едем, как я уже ранее назвал, в самую гучу Соболевки. Вот, буквально месяц назад меня не было. Месяц назад, то есть был здесь в последний раз, здесь уже ничего себе, все понастроили. Вот это перед нами, это дом на Олега Кашевого, он в принципе так и называется. Вот эта стройка. Смотрите, уже делают они крышу. Здесь также у меня есть предложение от застройщика. Кстати, про вот эти баннера, офис продаж, отдел продаж, которым заклеены у нас все заборы в Сочи. Вы на них внимания не обращайте. Это риелторы расклеивают у них, это все дело поставлено на поток. Если вы позвоните, спросите, это отдел продаж, вам надо ответить. Конечно! Но уточнят, где вы находитесь, потому что отдел продаж у них по всему городу. Вот, смотрите дальше. Вот это проезжаем Green Palace. Лучший проект 2017 года. Классные домики, у них бассейн там есть на территории. Система умный дом. Так, дальше. Ага, здесь вообще уже Юрьевский... А, это же есть. Смотрите, я даже не узнал. Вот он, Юрьевский 4. Уже вообще готовый. Да-да-да. Вот он, Юрьевский 2. Ничего себе, не быстро, конечно, все это дело. Я сейчас давайте выйду с машины, прогуляюсь пешком и все вам более подробненько все покажу и расскажу. Ага. Итак, вышли мы с автомобиля. Смотрите, вот это Юрьевский 2. Жилой комплекс. Приятненький тоже такой жилой комплекс. Здесь, вот, кстати, они до ума доводят вот эту опорную стенку. Вот этот дом в новых цветах у него, у застройщика. Я думаю, он будет такой же. Смотрите, какой симпатяга. Здесь вот полным ходом они вообще территорию придомовую делают. Молодцы. Так, что касается... Что касается цен, чуть-чуть одойдем. Здесь самая недорогая квартира у нас стоит миллион шестьсот. По восемьдесят тысяч за квадратный метр. Застройщик здесь предлагает нам квартиры. Ну, молодец, молодец. Молодец застройщик. Так, следующий дом. Следующий дом у нас жилой комплекс «София». Вот он перед нами. Тоже, видите, они перешли на фасадные работы. Так, что касается жилого комплекса «София». У нас срок сдачи данного комплекса четвертый квартал этого года, то есть конец этого года. Самая недорогая квартира здесь стоит миллион восемьсот двадцать восемь. Что касается цены за квадратный метр. Самая дешевая цена за квадратный метр составляет шестьдесят четыре тысячи рублей. Шестьдесят четыре тысячи рублей. Собственно, точка. Так, ну, пройдемте дальше. Вот он у нас, Юрьевский первый. Здесь вот это тоже их территория, я уже об этом говорил. Здесь, мне кажется, тоже что-нибудь вырастет. Перед нами жилой комплекс «Невский-2». За моей спиной вот этот «Грин Палес». Почему акцентирую внимание все время на «Грин Палесе»? Ну, потому что, в принципе, все популярны довольно-таки комплексы. Все примерно знают, где он находится и как он выглядит. А вот они, кстати, в последнюю очередь последний домик доделают. Видите, тоже уже идет отделка фасада. Вот, что касается вот этого дома. Жилой комплекс «Невский-1», я повторюсь, если кто-то не запомнил. Это вот как раз-таки возле которого мы начали наше видео, где пятерочка была на первом этаже. Там цена уже в районе ста тысяч рублей за квадратный метр. В этом же доме мы можем встретить от 76 тысяч рублей за квадратный метр квартиру. Самая недорогая цена – это 3 миллиона 40 тысяч рублей за квартиру двухкомнатную. Причем я смотрел по планировке очень хорошо. Прям планируется в двухкомнатную, но в небольшую, правда, малогабаритную. Она у нас 40 квадратных метров. Находится она на первом этаже. Итак, друзья, удалось нам попасть в «Невский-2». Слава богу, ждал я, ждал, уже хотел уйти. Ну, в принципе, похож он на предыдущий проект застройщика ЖК Ростолья, про который я снимал. Все очень аккуратненько, все очень чистенько, все прилично. Так, а мы хотим в девятую квартиру попасть. Где же здесь девятая квартира? Так, сейчас, секунду. Итак, разобрался я. Сразу обращаю внимание на двери. Двери хорошие, менять не надо. Нормальные двери. Так, заходим. Вот она квартирка. Здесь сразу колонна нас встречает. Не очень красивая. Женя все время ругается на застройщиков. Ну, почему нельзя дом правильно разработать, так скажем, архитектурно, чтобы не было в квартире вот таких вот колонн. Смотрите, как бы я распланировал. Там еще, кстати, балкон. Ну, там у нас, соответственно, кухня, да, здесь санузел. Здесь санузел. Либо, либо, либо наоборот. Давайте планировку сейчас прикреплю. Ну, попробую, давайте распланировать. Здесь, если мы делаем кухню, кухня с выходом на балкон, вот с окошкой и выход на балкон. Здесь у нас пошла комната. Небольшая, да, с двумя окнами. Здесь у нас санузел в углу, и здесь еще одна комната. Ну, как-то так, я не знаю, понятно ли я объяснил. Ну, по планировке посмотрите, я думаю, можно будет разобраться. Такая вот квартирка. Давайте выйдем на балкон. Посмотрим его размер. Балкончик небольшой. Вон, в принципе, вид. Ну, что еще про эту квартиру сказать. Канализация, все заведено, вся электрика. Можете видеть. Это интернет. Вода по полу идет. Вот она как раз-таки до санузла. Все-таки здесь санузел. Да. Ну, и, в принципе, все. Вид с этой стороны на Green Palace у нас идет. Квартирка у нас находится на первом этаже, но физически она на втором, потому что первый этаж физически цокольный, да? Плюс под нами еще цоколь, потому что есть. Что касается цены, давайте еще раз повторю. Квартира стоит 3 миллиона 40 тысяч рублей, а площадью она 40 квадратных метров. Также у меня мои подписчики часто спрашивают, Никита, скажи, пожалуйста, сколько стоит обслуживание и т.д. и т.п. Сколько нужно платить, да? Смотрите, здесь в этом доме коммуникации вода центральная, канализация центральная, газа в этом доме нет. Тарифное электричество снижено и составляет он 3 рубля 11 копеек за киловатт электричества. Плюс 22 рубля это отдаете управляющей компании. Управляющая компания здесь новая, своя. Вот, в принципе, все, наверное, по этому домику. Следующий жилой комплекс, это у нас ЖК Новый Квартал. Про него мы снимали видео тоже с Женей. Вот этот домик, когда он еще был такой неказистый, черновой. Застройщик проверенный человек. У нас клиент, кстати, купил квартиру в этом доме. И, в принципе, по хорошей цене, да, и, в принципе, остался доволен. Дом достроился, как видите. Сейчас мы подснимаем, как он выглядит изнутри. Лестницу, вижу, поставили, не было. Все, в подъезде уже отделочка. Смотрите, какая красота. У меня есть интересная квартира здесь по акции, которая стоит... Находится она на третьем этаже. 29,1 квадратный метр. Посмотрите, здесь какая красота. Прямо застройщик не поскупился. Это, кстати, дорогая довольно-таки люстра. Да, застройщики на Соболевке прям эволюционируют, я вам скажу. Так, что касается той квартиры. Она у нас 21,29,1 квадратный метр. На третьем этаже 1,891 миллион. Это 65 тысяч за квадратный метр. По акции такая же на втором стоит 2,100. Вот она, эта квартира. Смотрите, заходим. Здесь сразу у нас коридорчик. Сюда прям напрашивается шкаф для вещей. Проходим дальше. Вот она, сама квартира. Смотрите, какое остекление хорошее, панорамное. Здесь у нас получается... Она в студию планируется, наверное. Но хотя можно и распланировать при желании. Вот здесь санузел у нас встает. Здесь у нас зона кухни. Можно оставить кухню-гостиную. Ну, можно, в принципе, как-то отделить. Здесь отдельно комнатку, здесь отдельно кухню. В общем, кому как удобно. Да, вот такая вот квартирка. Хорошая квартирка. Здесь, кстати, смотрите, во дворе, где вот эти железяки сейчас некрасивые лежат. Все вот это дело облагородится, все уберется, все будет красиво. Вот здесь, как нам пояснял застройщик, видите, территория и за вот этим домом. Здесь встанут еще два дома данного застройщика. Будет, в общем, такой большой комплекс. Относительно Соболевки, конечно. В четыре дома. Вот. Ну, пожелаем застройщику удачи. Ждем, пока у него откроется в продаже. Также можно будет вложиться и, в принципе, на выходе получить себе недорогую квартирку в таком вот красивеньком доме. В первом доме у него, кстати, не так все красиво. В этом прям красота. Приятно удивляет меня сегодня Соболевка, друзья. Молодцы. Давайте посмотрим на вторую очередь Генпелоса. Пока ждем ключи от Невского четвертого. Это, конечно, печаль. Вот они фасад доделывают последнего домика, которого не хватало. В уголке он стоял. И вот она у них вторая очередь. Женя снимала про него видео. Давайте, наверное, помещу сейчас в правый угол Играно. Посмотрите. Но актуальные цены нужно, конечно, будет узнавать. Звонить. Она здесь, помню, по такой грязище. Вот по такой. Бедная. Ходила там по моему. А, вон по тому мостику переходила из дома в дом. Приключения у Жени были. Ну, а вот это, конечно, друзья... Есть, кстати, среди моих подписчиков вот какие-нибудь строители. Скажите мне, пожалуйста, вот так можно строить дом? Это вообще нормально? Или это никуда не годится? Мне кажется, я как не строитель, но мне кажется, что-то здесь не то. Напишите мне, пожалуйста, комментарий. Давайте традиционно подведем итог нашего мини-обзора Соболевки. Что, на мой взгляд, самое выгодное на сегодня, самое интересное. Понравилась мне очень квартира в новом квартале. Это дом вот этот с красивой отделкой, с такой красивой люстрой внутри. Смотрите, цена там 65 тысяч за квадратный метр. Это цена вообще стройки. Миллион восемьсот девяносто один за двадцать девять и один квадратный метр. Хорошая цена, причем это квартира на третьем этаже, на втором этаже аналогичная. Стоит два сто, это уже перепродажа от собственника. Причем дом сдан, уже нет никаких рисков. Застройщик вообще адекватный. Лично с ним знаком. Мы у него покупали квартиру в строящемся этом же доме, только когда он строился. Клиентка очень рада. Он выдержал все сроки, все сделал, что обещал. В принципе, теперь она благополучно является владелицей уже готовой квартиры. Причем отделкой я на самом деле не ожидал, что будет такая красивая в подъезде. В предыдущем доме не так все классно. Вот такая вот квартирка. Я думаю, очень быстро ее сейчас заберут. Дом у него пользуется популярностью. Цены, он видите, не заламывает. Рядышком, кстати, самая ближайшая цена, если следующая, это уже у нас в Невском во втором рядом он стоит 76 тысяч за квадратный метр. Здесь 65, там 76. Ну, я думаю, выгода здесь как бы очевидна. Хорошее предложение. Если кого интересует Соболевка, кто рассматривает этот микро-район для проживания, звоните, пишите, пока данную квартиру не забрали. Я буду рад с вами встретиться. Организую встречу с застройщиком, переговорим, все посмотрим. В общем, я думаю, вам понравится. Честно говоря, оставила она очень положительное впечатление. Ну, на этом все. Давайте будем прощаться, друзья. Всех еще раз хочу поблагодарить за хорошие отзывы, за кучу лайков на предыдущем видео. Очень мне это помогает в работе. Буду рад, если на каждом видео, конечно, будет столько лайков. Ну, кому было полезно данное видео, конечно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Будет еще много всего интересного. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok